У меня были вот такие вот волосы, рваные джинсы, гитары и девчонки. Когда появляются уже свои задачи, которые возникают какая-то внутренняя мотивация, это моя задача, я ее не могу решить. Как это так я не могу решить? Да я смогу. И вот пошло, пошло. Царицу всех наук, математику Владимир Мосин полюбил еще в школе. Тогда он показывал лучшие результаты в классе, а потом участие в десятках олимпиад и математическая специальность в ВУЗе. В итоге последние десятилетия сам обучает студентов непростой, но интересной науке. Говорит, математика сродни музыке. Древние греки, они же математику, астрономию и музыку относили к одному виду деятельности. То есть музыка и математика, да, они близкие. Сегодняшняя дата, третий месяц, 14 число совпадает с самым мистическим числом в математике, пи, которое выражает отношение длины окружности к ее диаметру. Как считают специалисты, это число было открыто вавилонскими магами и использовалось при строительстве знаменитой башни. Однако недостаточно точное исчисление полного значения пи привело к краху всего проекта. Международный день этого числа совпадает с днем рождения одного из выдающихся физиков, Альберта Эйнштейна. Именно он разработал теорию относительности, согласно которой существуют параллельные миры. Мы привыкли думать, что живем в трехмерном измерении, где все можно измерить по высоте, длине и ширине. Но официальная академическая наука признает, что могут существовать и другие плоскости, которые скрыты от наших глаз. В современной науке есть такое понятие, как теория струн. Она базируется на том, что во Вселенной есть не одно, а несколько пространств. Они невидимы для людей, потому что существуют в сжатой форме. Таких пространств может быть от 6 до 26. Существование параллельных миров по теории относительности Эйнштейна можно объяснить даже на примере падения кружки. В этой ситуации может быть множество исходов. Кружка может упасть и не разбиться, ее может поймать человек, она может покрыться несколькими трещинами, у нее может отколоться ручка, а может быть она расколется в дребезге. Исходов этого события неограниченное количество, как ранее заявляли ученые. Тщательно проработали теорию о существовании параллельного мира в 50-х годах 20-го века. Этим занимался математик и физик Хью Эверетт. Он предположил, что атом, как основа всего, может занимать разную позицию, причем одновременно. А если элементарные частицы могут находиться в нескольких местах, возможно, даже в разных мирах одновременно, то теми же свойствами могут обладать и состоящие из них предметы. Известно, что есть вещи, которые не очевидны, но их существование можно рассчитать математически. К примеру, невидимые с Земли планеты. С одной стороны, вроде бы математика описывает наш мир, но мы очень часто сталкиваемся с тем, что получаем какое-то решение, чисто с математической точки зрения оно имеет место быть, а когда мы на деле, как физики, начинаем проверять, где бы это могло быть, оказывается, что не везде это на самом деле существует. То есть математика шире, чем физика, и она заходит действительно в области фантастики. Мистика и реальность во все времена идут рука об руку. Все, чем сегодня пользуется современный человек сотню лет назад, представлялось невозможным, то есть мистическим. И только тщательные расчеты ученых позволили создать то, что сегодня является частью обыденной жизни. К примеру, телевизоры, Wi-Fi и Bluetooth, интернет и мобильные телефоны. Мария Елевина, Константин Головин, Николай Епифанов. События.